всем здорово покажу на этой машинке интересные вещи этот не закрасил но это не показывал просто под молдинг с клеем обработать не за покажу я собственно вот такие вот вещи вот такие это ржавые места как их локально удалять тратя на это минимум времени не давая хотя бы минимальную гарантию то что это послезавтра не вылезет начала применять московскую схему приемки и сдачи машины кстати очень удобно ходить вот так вот скотчем отмечать то что нам нужно подпочковать допустим какие-то моменты чтобы не пропустить если пошел 10 минут по машине потратил зато я вижу масштаб я потом буду брать чистый обезжириватель ходить протирать и сразу сразу капать здесь допустим вот видно протир от понаровки это я все с аэрографа также к рыжику тут с аэрографа чуть-чуть дуну поддует все эти моментики покажу так для работы сейчас расчистим там наждаком наждаком расчистим 120 к я потом разработаем все в куском файна кстати по поводу файна взял супер файн и файн сейчас фирмы колокс и реально так у меня раньше хуже они от остались вот у компании 3м я последний файны брал вот с такой же оранжевый подкладкой говно редкой по сравнению с вот этим как они раньше шли 3м допустим вот в таком виде были файны супер файны вот те хорошие а вот эти оранжевые дерьмище взял ковокс вот чуть-чуть дешевле процентов на 10 что такое ну реально работает хорошо и работает класс ну это так вставочка автофас потом обработаю рыжик него сейчас расчищу обработаю потом уже покажу сразу зону расчистки и обработки и сверху в принципе я тут ничего шпат левать не собираюсь по крайней мере пока я не увидел что там но не планирую я сразу буду прокрашивать все красит тут будет с аэрографа и вот тут еще жук такой хороший уже рисовали надо раскрыть здесь фосфатом обработано видно начинается процесс белеет тут тоже тут меньше очаг оставляем так ну неважно там часа на два где-то ставим пока будем ходить здесь работать тычки-тычки-тычки я просто обезжириваю и затычковую кисточкой закапываю вот этот момент час обезжирена серым вас по серым желтым скотчбрайтом делаю такую вот вещь жутушка жива это очень мягенький сильно ничего не снимает но подматовывает это для того чтобы я после того как аэрографом поддую мог полирнуть и все было красиво еще раз надо обезжирить так оклеено теперь в аэрографе грунт однокомпонентный нужно закрыть металл очень большой масштаб перекрытия будет а так из аэрографа аккуратненько подпыляю если будет необходимость тирану наждаком это однокомпонентный антикоррозионный грунт фирмы real flex он у меня осталось этом газель красил в принципе сам грунта неплохой но она компонентный он очень быстро сохнет он тут уже вот тут уже высохла я думаю не буду этот ничего перетирать просто промою его залей сюда краску которая красил вниз еще даже двух часов не прошло и аккуратненько распылить просохла просохла в два слоя сделаем два слоя чтобы она была хочу сбоку полирнуть дал я ночь выстояться этому покрашенному месту поэтому там там я подкрашивал нанес перед тем как уходить герметик шовный черненький восстановил от отсюда и теперь возьмем сейчас поролоновый круг и просто сделаем глянчик я попробую но не поролоновым кругом а эх ты овчиной возможно придется взять чуть-чуть наждаком тернуть но это посмотрим как попрет так сказать овчина такая чуть грязноватая я ее вытрахнул как смог вообще надо помыть периодически надо мыть круги как не крути вот я вам сейчас покажу тот четкий яркий пример когда переход сделан без лака краска хоть и по номеру то но видно как отличается цвет то есть контур просматривается на бок все глянцево отражение он стойки вот этой чутенько глянцевая ровно а цвет слегка выбивает потому что как бы коды все дела а здесь вот именно здесь нижняя под что камера не хочет фокусироваться нижняя часть вот так вот покрашена вот так вот залакирована и никакого отличия в цвете нет вот на одной машине на двух кусках наконец-то я свел так чтобы можно было это дело увидеть и распознать но тем не менее сам факт того что отремонтировать поверхность вот так гораздо качественнее чем просто этот жук расчищенные зарисовать бы он бы смотрелся таким бельмом здесь мы и протравили преобразователем и прогрунтовали и покрасили такой ремонт будет ходить дольше хотя буквально с расстояния его уже будет незаметно тем более когда все одинаково примойся притрется будет хорошо ну в общем то как то так тут больше показывать рассказывать нечем всем удачи если есть вопросы в коменты будем помогать друг другу всем пока